Последнее, что нам с вами нужно сделать сегодня, это обсудить лексический минимум и посмотреть разминочное упражнение к данному уроку. Давайте мы с вами по лексическому минимуму пройдемся и заодно отметим и то, как выглядит имперфект от встречаемых нами глаголов. Первый глагол «Околутэо» – «Следую за». Во-первых, в отношении этого глагола нужно сказать, что именно имеет значение «Следую за». То есть, когда вы его переводите, то не ожидайте, что после этого глагола в греческом тексте будет стоять предлог «за». После этого глагола будет стоять дополнение, обычно в дательном падеже, которое указывает, за кем именно происходит следование. Ну, например, там «Околутэо ауто». «Околутро» – это, конечно, написано следовательное глаголы, написано «Сонми гаи сольются». Поэтому в реально… не в словарной, а в реальном тексте будет «Околуто», например, «ауто». В дательном падеже. «Я следую за ним». Почему-то многим студентам не очень нравится добавлять вот этот предлог «за», и они переводят что-нибудь «Я следую ему». Ну, вроде как как-то красиво и возвышенно звучит, но очень точно там. «Нет, я следую за». Поэтому так и переводите, то есть «Я следую за», и потом слово, обычно в дательном падеже, стоящее после этого глагола в качестве дополнения, будет указывать вам, за кем именно происходит следование. Теперь по поводу имперфекта. В большинстве словарей имперфекты не указываются в словарных статьях. Но как выглядит имперфект, не очень сложно догадаться часто. Но «Моус» в скобочках после слова указывает форму имперфекта. Вот в скобочках, потому что это нетипично для словарей. У «Экалутео» имперфект выглядит как «Экалутун», альфа удлинилась в эту, поэтому «Э», и это «Эпсилон» следный глагол. Поэтому у него первое лицо, единственное число, «Эпсилон» следует с омикром «Экалутун», потом будет «Экалутейс», «Экалутей», и опять же «Эйс», «Эй», не перепутайте с настоящим временем. Это результаты слияния с «Эпсилон». Поэтому, хотя окончание «Он», «Эс», «Э», но здесь вы увидите «Он», «Эйс», «Эй». Из-за слияния, будьте внимательны. Ну и пусть вот это «Э» в начале результата слияния вам подскажет. Ну что касается формы будущего времени, мы с вами в будущее время изучали. В будущее время у него «Экалутэссо», совершенно по правилам, «Эпсилон» перед «Сигмой» удлинилась, «Сигма» добавилась, никаких особенностей в будущем времени нет. Глагол «Дидаско», обучаю, учу. Сейчас посмотрим на имперфект. «Э», «Дидаскон». «Э» приращение, «Дидаскорень», «Он», стандартное окончание, вообще никаких особенностей. Будущее время «Дидаксо». Что здесь происходит? Добавилось «Сигма», «Сигма плюс К» дало «Кси», хотя суффикс «СК» типичен для настоящего времени. Тем не менее, у этого глагола, как некое исключение, этот суффикс в других временах себя проявил. «Дидасксо», «Скс» было произносить легко, поэтому «Кси» еще и съела вот эту предыдущую «Сигму» и получилось «Дидасксо». Но в целом форма довольно узнаваемая. Следующие два глагола «Эпиротау» и «Эротау» фактически имеют одно и то же значение. Они различаются добавлением приставки «Эп», но эта приставка очень слабо влияет на значение глагола, поэтому и тот, и другой глагол имеют значение «Прошу, спрашиваю» без существенной разницы в значениях и в особенностях употребления. Что касается имперфекта этого глагола, «Эротау» сначала, «Э», «Эпсилон В» удлинилось, «Рута», «Рута», «Альфа» слилась с «Омикрон» окончания, и поэтому «Эротон». Будьте внимательны, будет «Эротон», «Эротас», «Эрота» и так далее будут формы, это «Альфа» слитный глагол. «Эпиротау», приставка «Эп», потом «Приращение Э», то есть удлиненная на «Эпсилон», «Эп», «Эротон», то же самое. А в будущем времени все совершенно по правилам «Эпиротесо» и «Эротесо», «Альфа» слияние, перед сигмой удлинилось и добавилась сигма, все нормально. В отношении глагола «Эротау» у вас есть примечание, что он принимает двойной винительный падеж. Это не очень типично для русского языка, но довольно часто встречается в греческом языке, когда при слове есть два дополнения в винительном падеже. Как правило, при переводе на русский язык одно оставляется в винительном падеже, а второе преобразуется в какой-то другой падеж, частотворительный, или в конструкцию с предлогом. Давайте примерчик глянем с этим глаголом «Матфея». Двадцать один Двадцать четыре «Эпиротесо» «Рездехо Иисус Эйпенал То есть Ответив же Иисус сказал им «Эротесо, хумас, кого, логан, хана?» «Эротесо, будущее время», «Эроталу», видите, «Сигма», «Альфа» удлинилась в этого. «Я спрошу вас»… «Кого и я?» «Спрошу вас и я слово одно». Ну, можем поставить так, в принципе, в данном случае достаточно нормально переводится. «Спрошу вас и я слово одно», «Вас», «Поскольку кого?» «Вас», «Что?» «Слово одно». Ну, можем, некоторые переводят, «Спрошу вас и я об одном слове тоже, чтобы два обвинительных падежа не было, тоже возможное преобразование данной конструкции. Хорошо. Следующий глагол «телон», «Хочу, намедлеваюсь», «Имперфект», «Этелон». У него не обычный имперфект, не «Эпсилон», «Этелон», а «это». Связано это с тем, что исторически у этого глагола был корень «этелэ». Но когда использовалась форма «этелэ» в настоящем времени, то многие негреко-говорящие люди вот это «Э» принимали за превращение и толковали вот эту форму «сосновоэтелэ» как «имперфект». Ну, то есть просто уж очень похоже вот это начальное «э» было на превращение в «кайне», так и так, зачастую объясняют. И поэтому, если у классических греческих авторов и у некоторых, ну, настоящих греков в новозаветные времена, это слово еще используется с основой «этелэ», но в «кайне» потихоньку вот это «э» было потеряно в настоящем времени, и потому в настоящем времени форма не «этелло», а «телло». Однако в «имперфекте» вот эта бывшая в начале основа «э» все-таки сказалась, и она удлиняется, и дает форму «этелло». Ну, можете вы либо эту историю запомнить, либо просто как-то отметить для себя необычную форму. Ну, вот так выглядит «имперфект» от данного глагола. Следующий глагол. А, ну, кстати, вот в сноске у вас, когда способ запоминания слова упоминается монофилицкая ересь, почему монофилицкая «тэ» в языке ереском варианте читается как «фэ», и поэтому «фэ», «фэ» — «е» да. Вот монофилицкая ересь вот связана с одной волей у Христа, в отличие от двух, воля божественная и человеческая. Так что, может быть, для запоминания вот этого поможет. Следующее слово «перипатео», «хожу». «Пери» приставка, «патэ» корень, Поэтому имперфект «пери», «э», «потум». Видите, «пери», потом превращение «э» и «потум», «потум». Будущее время «пери», «потэ», «су», все по правилам никаких проблем нам не создает. Слово очень часто используются переносно для описания образа жизни человека. «Хожу», в смысле «иду по жизни», в смысле «живу». И довольно часто вы будете встречать этот прогол для описания такого жизненного хождения. Особенно ярко в послании к ефесянам этот повторяющийся глагол встречается. Там сначала во второй главе этого послания. Тут многие формы нам, конечно, пока еще не знакомы. Вторая глава. «И вас, бывших мертвыми, в преступлениях и грехах ваших, в которых некогда периэпотэ сатэ» Это не имперфект, это ловить, у него тоже есть превращение «периэпотэ». Там вот сигма признакового листа. «В которых некогда выходили, то есть вот выходили в грехах и преступлениях». Потом дальше говорится в 10 стихе 2 главы «Ибо его вытворение, созданное во Христе Иисусе на дела добрые, которые приготовил заранее Бог, чтобы в них периэпотэ сомэ, чтобы в них мы ходили». Вот это вообще сослагательное наклонение. И потом в 4 главе увещеваю вас. «Я, узник в Господе, достойно периэпотэ сайт, входить в призвание, которому вы призваны». То есть смотрите, вы ходили в грехах, но Бог готовил вам добрые дела, чтобы вы в них ходили. «И теперь я призываю вас ходить достойно вашего призвания». И потом обсуждается в тексте «хождение в любви», «хождение во свете» и так далее. Там потом 4-5 глава. Несколько случаев слова «хождение» объединяя. И вот это вот все послание Кевисян, когда говорит о «хождении», ну, конечно, «хождение» не в смысле переставления ног, а вот такому «хождению» в переносном смысле «хождение по жизни». Следующий глагол «сунагоге». Ну, это не глагол, прошу прощения, существительное. «Сунагоге» – «синагога» или «собрание». Место, где люди собираются вместе. «Сум» – приставка «с», «аго» – «вести». Ну, в целом, «синагога» и «собрание». «Фресариус» – легко запоминаемое слово. И «хронус» – «хрономеда», «хронология» и так далее. «Время» – тоже легко запоминаемое слово. И вот здесь в лексическом минимуме пару слов предыдущих приведено, потому что у них есть проблемы с образованием имперфекта некоторые. Во-первых, глагол «ду на май» – «могу». У него также, как у глагола «телла», когда-то в основе была «эпсил». И поэтому имперфект от него иногда имеет вид «эду на мен». Ну, он только в форме среднестрадательного залога встречается в настоящем, и в имперфекте также. Во-вторых, все глаголы, которые в среднестрадательном залоге в настоящем, также в среднестрадательном залоге и в имперфекте. Ну, или пользоваться термином «отложительное» – «отложить к ней там», «отложить к ней там». Так вот, у него та же самая история с эпсилоном, когда-то бывшей в начале основы, потом выпавшей, и поэтому некоторые воспринимают его как когда-то имевшую эпсилон, и с эпсилон начинается у него форма имперфекта, а некоторые, уже исходя из формы вновь образовавшейся, эдуномай, форму образует эдуномен. Так что и так, и так в имперфекте у него возможно, будьте готовы к этому. И еще один глагол, у которого проблемно очень образуется в формуле перфекта, это эхо. Почему проблемно? Потому что у этого глагола корень цех. Мы с вами обсуждали, что в настоящем времени сигма выпадает, по-хорошему должна была бы замениться придыханием и должно было бы быть эхо в настоящем времени, но два придыхательных эхо подряд плохо произносить, поэтому в настоящем времени эхо. В будущем корень цех добавляется сигма, с х дают кси, и поэтому с эксо, но с сигма тоже выпадает, и нормально заменяется придыханием эхэксо, форму будущего времени. В имперфекте, тоже сигма же была, добавляется нормальное превращение эпсио, то есть э-сэ-хон. Но э-сигма, оказавшись между двумя гласными, выпадает, помните, как много раз мы с вами встречали, и получается э-эхо. Две эпсиона сливаются в дифтонг эй, и получается эй-хон. То есть имперфект, в общем-то, образовался, исторически образовался по правилам. Мы должны понять, что форма, которую мы видим, это не форма, которая прям раз изгенерировалась. То есть человек, которому нужно произвести имперфект, сделал форму эхо, и из нее сделан имперфект. Нет, многие формы образовались исторически. То есть исторически имперфект развивался от глагола с корнем сэх, и он закрепился в каком-то виде, и от многократных повторений он так и вошел в язык. То есть особенно у часто встречающихся глаголов бывает такое исторически обусловленное образование форм. Оно понятное, оно объяснимое, но объяснимое, если его объяснить. А так вот иностранец бы не так, конечно, от эхо образовал форму имперфекта, он бы что-нибудь сделал, типа эхон, ну, с какой-нибудь там этой вначале, как удлинившийся эпсилон, и все. Но вот не эхон, а эй-хон форма имперфекта данного глагола. Еще раз повторяю, когда мы встречаем такие необычные формы, у нас два варианта действия. Либо вы заучиваете, что эй-хон это имперфект от эхо, либо запоминаете вот этот процесс с выпадением сигмы и так далее, или появлением дифтонга эй, чтобы, ну, как-то, чтобы он зацепился, заикарился в вашей памяти, чтобы, когда вы увидите эй-хон в тексте, вы узнали, что это имперфект от эхо. И поэтому, читая что-нибудь, типа, ну, например, первое послание Иоанна, вторая глава, когда Иоанн говорит о заповеди. Седьмой стих. Возлюбленные, не заповедь новую, я пишу вам, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Эй-хо, это имперфект. Помните, имперфект подчеркивает длительность, ну, там, многократность и так далее, но здесь вот по логике текста длительность. Вы имели от начала, то есть в самом начале вы эту заповедь получили, и вот с самого начала эта заповедь вот была с вами, вы ее все это время имели. А вообще первое послание Иоанна, оно написано в фоне появления лжеучителей, антихристов, которые отрицают Иисуса Христа, пришедшего по плоти, ну, там, с какой-то христологической ересью у них особенная. И Иоанна на протяжении всего послания подчеркивает к определенному догматическому консерватизму. То есть то, что вы приняли от начала, то и храните. Вам не нужно переучиваться, вам не нужно новое учение, вам не нужно изменения, вам нужно сохранить то догматическое учение, которое вы приняли от начала. И вот здесь имперфектное, ну, и этическое учение, в смысле заповеди тоже. Вот и этическое, и догматическое учение, полученное от начала, вы должны хранить. Вот ваша задача. И имперфект очень хорошо подчеркивает вот эту вот длительность, вы получили, вы ее, эту заповедь имели, и дальше с этой заповедей и живите. Хорошо. Так ли или иначе, но запомните форму. Ну и вообще приучайте себя, вот когда изучаете новые слова, смотрите старые слова, проверяйте. А как выглядит на фейерфект и другие изученные формы, а узнаю или не узнаю я его. Ну и чтобы еще нам попрактиковаться, конечно, у нас есть домашнее задание. Давайте мы разминочные предложения домашнего задания глянем, а остальное вы будете делать сами, а потом вы уже посмотрите видео с тем, что я думаю о домашнее задание на сайте курса. Итак, разминка к двадцать первому уроку. Э баптидзэн аутуз. Ну, баптидзэ. Основа настоящего времени у этого гогола говорить баптидэ, поэтому будущее, например, баптидзэ, но в настоящем баптидзэ. И от основы настоящего времени образуется имперфект. Перерощение э, бапснова баптидзэ и окончание эн. Он крестил их аутуз. Опять же, ну, подразумевается там многократность. То есть, в течение какого-то времени многих людей он крестил. Даймония пола эксэболон. Бесов многих. Ну, либо я выгонял, либо они выгоняли. Здесь нужен контекст. Конечно, без контекста я или они мы выбрать не можем. Ну, я думаю, что, скорее всего, контекст они. Экс, приставка, экбалло выгоняю, да, изгоняю. Оно эк превратилось в экс, то есть, предлог эк превратился в свою изначальную форму экс, потом превращение э. Балло с двумя эл, обратите внимание, как в настоящем времени основа, и фон. А третье множественное. Бесов многих они выгоняли, как процесс, как тот, что занимались в течение какого-то времени. Гамма эбаптизонто, хуп ауту. Обратите внимание, окончание среднестрадательное, ну, дай превращение, баптизос. Основа онто, среднестрадательное окончание, хуп ауту. Хуп ауту, при глаголе в страдательном залоге, выражает действующее лицо. Поэтому онто, множественное число, третье лицо страдательного залога. Они были крещаемы им. Я понимаю, что были крещаемы, такая очень диковато звучащая форма, но я специально такую форму произнес, чтобы подчеркнуть длительность, страдательность и хуп ауту, как действующее лицо. Он крестил ию, если преобразовать в действительный залог. Там, они крестились им, или от него, там, иногда переводят. То есть, потом вариации какие-то возможны, позволяющие красивее передать эту мысль. Но первая наша задача – это понять имперфект, поэтому действие было в течение какого-то времени. Страдательный залог, поэтому подлежащее они подвергали действию. Круп ауту, агентивное дополнение, указывает, кто именно это действие над подлежащим совершал. И потом, когда мы понимаем всю картину, уже выбираем красивый вариант перевода. Эхонто, прос, аутон. Мы уже несколько раз с вами, обсуждая примеры, сталкивались с этим. Это имперфект, этот эхомай. Эпсилон в эту удлинилось, и вторичное окончание. Они приходили к нему. Обратите внимание, приходили имперфект. Это какая-то длительность, подчеркивается. Либо они шли к нему, да, вот, такая процессуальность, многократность подчеркивается, либо процессуальность подчеркивается. Шли, 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 шли к нему в течение какого-то времени. нужен контекст, чтобы выбрать окончательный вариант перевода. УК, Экринометр, КРИНО, основа КРИН, видите, нормальная, как в настоящем времени, Э превращение, ОМЭТА, среднестрадательное окончание, первое лицо множественного числа, мы не были судимы, или мы не судились, опять же имперфект, то есть какая-то длительность подразумевается в течение какого-то времени, там не были судимы, не судились, что за ситуация, даже любопытно стало, а, ну это не точная цитата из одиннадцатой главы послания КРИНФИНОМ. Мало ли, чуть-чуть преобразовал под знакомую вам форму. ЗЭТА, ЭЙГАР, ЭПИСТЕЛУ ЭТЕ, МОУСЕЙ, ПИСТЕЛУ СЭТЕ, МОЙ. Ибо, если вы верили ПИСТЕЛУ, в прошедшем времени, Э, превращение, ПИСТЕЛУ, основа, ЭТЕ, если вы верили МОИСЕЮ, МОУСЕЙ, ПИСТЕЛУ СЭТЕ, вы будете верить мне. Ну, здесь будущее время, нормальное СИГМАИ, стандартным образом образом образованно. И последнее, ЭЛАЛЭЙ, АУТОИСТ, ТОН, ЛОН, ЛАЛЭУ, форма Э, превращение, ЛАЛЭ, корень ЭПИСИЛОН, ЭПИСИЛОН, СЛИТНЫЙ ГЛАГОЛ, ЭПИСИЛОН, 2ЭПИСИЛОН, СЛИТНЫЙ, ДЕФТОН, ЭЙ, поэтому это третий, единственный ЭПИСТЕЛУ, ЭЙ мы видим из-за слияния. Вот эти формы чаще всего сбивают с толку, потому что ЭЙ, так как мы много-много-много раз видим глаголы с настоящего времени на ЭЙ, у нас почти вырабатывается рефлекс, увидев ЭЙ, видеть форму, ожидать, что это настоящее время, это не настоящее время, это имперфект. Будьте очень внимательны, не перепутайте. И как бы отметить для себя вот эту высокую вероятность ошибки во втором и третьем лице ЭПИСИЛОН СЛИТНЫЙ ГЛАГОЛ. Итак, ЭЛЛЭЙ, он говорил им слово. Ну, имперфект подразумевает, скорее всего, что в течение какого-то времени вот это вот говорение слова продолжалось. Хорошо, мы с вами посмотрели разминочные упражнения, ну а дальше ваша самостоятельная работа и отработка навыков распознавания имперфекта. Как правило, имперфект переводить легко. Переводите прошедшим временем несовершенного вида, ну, может быть, страдательный залог чуть-чуть проблемно создается, действительно легко. Вот, как толкователи задаетесь вопросом, почему автор хотел вид подчеркнуть и избрал имперфект. Ну, а так, как работающие с текстом, учитесь видеть в тексте приращение и вторичное окончание. Надеюсь, что вы со всем этим справитесь, и имперфект не будет представлять для вас проблему. Спасибо за внимание. Благословения. Спасибо.